Всем привет, меня зовут Оля Ермилова. Сегодня будем с вами обсуждать тему, которая у меня родилась после встречи с Пашей Бондаревым. Это человек, который основал сервис Evolution, который помогает другим людям найти свое предназначение. В рамках InSight Business School, в общем-то, которой я и занимаюсь, у нас была с ним встреча, был эфир. И Паша сейчас живет на Бали, это очень, кстати, прикольно, когда человек сидит на Бали, а ты сидишь у себя в Киеве. И мы обсуждали много разных тем, но одной из главных тем, которую мы затронули, которую сегодня я, в общем-то, вывесила как флагманскую, это тема того, чем отличаются мечты и цели. Вообще, на самом деле, как бы очень по-разному многие из нас эти, скажем так, ну, вешают ярлычки, да, на мечты, на цели. Для меня, например, было долгое время, что цели это то, что мы достигаем на самом деле, а мечты это такое, знаете, типа, хочу яхту. Но у Паши был в Инстаграме очень классный интересный пост, мы его затронули, и меня это очень сильно вдохновило. Именно поэтому я решила снять целое видео на эту тему, потому что мое видение несколько поменялось. Итак, давайте попытаюсь сейчас вам это объяснить своими словами. Значит, что касается целей. На самом деле, очень, ну, как бы последнее время, да, наше общество вот эту тематику целей очень сильно пропагандирует, и я, кстати, в том числе, достигатор, ставь цель, пиши к ней план, достигай ее, вписывай в свой блокнот, для того, чтобы твоя цель была достижима, это понятно. Но за счет того, что общество очень активное, мы очень многие цели, ну, как нам говорят, напиши 100 целей, да, и мы очень многие цели пишем под прессингом. Вот мне, например, очень часто задают вопрос сейчас, Оля, когда будет новая машина? И вот вы знаете, ну, как бы у меня нету такой цели купить себе новую машину, потому что меня, в принципе, устраивает вполне мой Porsche на данный момент, и у меня есть еще куча много всяких разных желаний, и как бы, ну, по факту ничего не изменится для меня, когда у меня появится новая машина. Это будут те же колеса, это будет, скорее всего, такой же Porsche, да, он будет более новый, но по факту ничего глобальным образом не поменяется, да, может быть, не будет чуточку приятнее, там, типа, о, у меня новый Porsche. Но, в то же время, когда мне об этом постоянно пишут и говорят, у меня, естественно, начинает мой блокнот, такая, вписываться, типа, цель, мне нужна новая машина. Но почему-то я ничего конкретного для этого особо не делаю, ну, как бы я работаю, но это не стоит моей флагманской такой задачей, потому что есть еще какое-то количество огромной целей. И вот что получается, под вот этим давлением общества у нас появляется очень много целей, и для многих из нас цели превращаются в боль, ежедневное сражение. Мы, как бы, чувствуем очень часто себя выжатыми, уставшими, мы думаем, «О, Боже, это же надо когда-то сделать, я же пообещал». Я думаю, что вот это чувство многим из вас прекрасно знакомо, давайте будем откровенны, это знакомо всем. Что же такое мечта по методологии Паши? Он говорит о том, что мечта – это то, что тебя очень сильно вдохновляет, это то, чего ты страшно хочешь, то, ради чего ты готов по утрам просыпаться. По факту это может быть машина, так как это было, например, в три раза в моей жизни уже. Это может быть, я не знаю, открытие своего бизнеса, это может быть свой дом, это могут быть какие-то крутые отношения, это может быть тело, которое вы очень сильно хотите. Мечта, главное ее отличие от цели в том, что это не боль, это вдохновление, это то, что дает вам огромное количество энергии, это то, что по факту не всегда и в большем количестве случаев не имеет четкой стратегии достижения, то есть вы не до конца понимаете, как это сделать, но вы интуитивно, ежедневно двигаетесь в этом направлении, потому что у вас горят глаза, потому что вам этого очень сильно хочется. И мечта дает вам, движение к мечте дает вам такие различные варианты ее достижения, то есть какие-то встречи с людьми, какие-то, я не знаю, там, знаки, какие-то стечения обстоятельств, которые вы разумны своей головой, точно так, как мы обычно определяем достижения целей, вы бы их никогда не прописали, но мечта освобождает вас от таков, которые дают тяжесть, а когда у нас есть тяжесть, это замедляет нас, ну это естественно. И вы знаете, мне это очень сильно зашло, потому что это объясняет во многом, почему мы многие вещи, например, не хотим делать, да? Мы знаем, что нам это надо делать, но мы ничего не можем с собой поделать, мы этого не делаем, мы находим тысячи отмазок, у нас нет на это настроения, сил. У меня, например, этот маячок такой работает, например, в каких-то проектах, когда я, например, себе продумала, прописала, что надо это сделать, но я вдруг это не делаю. У меня не хватает на это времени, я это откладываю на потом. Я никогда себя за это ни корю и ни виню, потому что знаю, что, скорее всего, в каком-то ближайшем периоде времени я пойму, почему я этого не делала. Либо вообще изменится план, либо что-то кардинальным образом поменяется, и я пойму, что если бы я это сделала, мне бы просто пришлось это выбросить в мусорник. Либо-либо-либо-либо. Но вот тогда, когда нами двигает настоящая какая-то такая, знаете, энергия, я все время это сравниваю со свиданием. Что когда мы влюблены, мы находим любые способы для того, чтобы пойти на свидание. Если мы даже очень сильно устали, мы там целый день работали на работе, там мы живем в другом конце города, у нас есть еще там болит нога, я не знаю, масса причин, но когда мы влюблены, мы, блин, на крыльях любви мчимся. А когда у нас мы уже так рациональны, у нас уже отношения, которые, может быть, там не очень, или мы хотим расстаться с своим партнером, то мы уже устали, мы уже нет, уже рациональное есть объяснение, почему нет. И мы в это верим, мы просто в это верим. Так вот, вот эта мечта, это очень крутая штука. И у каждого из нас есть определенный ряд талантов. И поскольку Паша об этом говорит, и я тоже этим живу, я хочу вам об этом сказать, что у каждого из нас есть ряд талантов. Когда мы что-то делаем, нам это природно дано. Мы можем это изучать, мы можем об этом читать, мы можем это находить, кстати, с помощью сервиса Evolution. Но зачастую мы эти вещи чувствуем, потому что нас не нужно этим заставлять заниматься. Это вот, как знаете, мое желание с вами общаться. Это мои выступления, мои тексты, мои видео. Меня не нужно заставлять это делать, потому что меня это прет. Потому что чем больше я это делаю, тем больше меня это зажигает. Вот эти наши природные вещи, это то, в чем нам следует, знаете, раскапываться, обкапываться. То есть, когда мы начинаем делать что-то, что нас не штырит, что-то, что идет через боль. Мы себе говорим, ну я же должен. Помните, как в жизни нам часто говорят, ты хобби, какое у тебя хобби? Вот мне всегда этот вопрос поражает, какое у тебя хобби? А что такое хобби? А хобби это то, что тебе нравится делать. У меня хобби работа. Ну как так, ты что, больной? Нет. Работа это то, что приносит тебе деньги. Ты должен отдавать ей 99% времени и страдать. И страдать. Это то, что приносит тебе деньги. А вот удовольствие это хобби. И на это ты должен выделять 1%. Для меня это всегда кажется очень бредовой штукой. То же самое и с мечтой. Я понимаю, что мы должны, и нами должна двигать наша мечта. То, что нам по-настоящему хочется, не навязано. Потому что, когда мы называем мечтой яхту, это вообще, знаете, называется на отъебиська. Мы что-нибудь прописываем себе, рассказываем, вот это я так мечтаю. Я мечтаю, чтобы был мир во всем мире. Но если ты так мечтаешь, то ты, значит, должен стать, как это называется, волонтером. Ну, волонтером, там, я не знаю, медсестрой в Красном Кресте. Не когда-то, потом, сейчас, потому что это твоя энергия, это тобой двигает. В противном случае, это тоже на отъебиська. Это ты хочешь казаться хорошим человеком и веком в глазах других людей. Ты говоришь, вот когда я разбогатею, я буду помогать бедным. Я помогаю сейчас. Если тобой это по-настоящему двигает. Если это на самом деле твоя мечта. Разберитесь-ка сегодня, честно. Задайте себе этот вопрос. А где ваша мечта? А что вами двигает? А чем вы готовы заниматься? И начните это делать прямо сейчас. Убирайте цели. Простите, смотрю на дорогу, дабы никуда не врезаться. Убирайте цели, которые вас выжимают. И цели, которые вас выжигают. Наполняйте свою жизнь мечтой. Это непростой вопрос. И ответ непростой на него будет. Но я уверена, что вы однозначно его найдете. И раз еще я начала говорить о Паше Бондареве. У меня есть целое видео по поводу сервиса Evolution. Как найти свое предназначение. Вы можете его посмотреть, потому что мы познакомились на Бали. Я после нашего общения еще раз, в очередной раз вдохновилась этим невероятным человеком. Вдохновилась сервисом. Зашла опять и начала перечитывать и находить какие-то ответы на свои вопросы. Я вам оставлю ссылочку на сервис. Посмотрите, не надо сейчас, ты нам продаешь, я нихрена вам не продаю. Я очень сильно хочу, чтобы вы нашли то, что вас вдохновляет и то, что вас качает. Я очень сильно хочу, чтобы люди, которые меня смотрят, по крайней мере, я не буду говорить за всех, но которые меня смотрят и меня читают, были прокачанными людьми, счастливыми людьми, горячими людьми, людьми с деньгами. Потому что я всегда найду вам, что продать, уж поверьте. Но мне правда этого очень сильно хочется, потому что это две разные касты людей. Люди, которые находятся на своем месте, люди, которые живут мечтой и люди, которые страдают. Люди, которые хотят получить машину только для того, чтобы быть престижным, с престижной целью иметь машину. Страдание это херово. И вот чем старше я становлюсь каждым годом, а вы можете пересмотреть мои видео, которые уже, наверное, на этом канале есть, ну, наверное, лет восьмилетней давности, так точно, и вы увидите, что и я сильно поменялась, и то, что я говорю, сильно поменялось. Видение меняется, но не меняется одно. Мои, сука, горящие глаза, моя энергия, она становится только больше, потому что я осознаю для себя очень важные вещи, и я надеюсь, что вам это тоже помогает. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте мне лайки, пишите, что вы думаете по этому поводу. Для вас сейчас был вот этот инсайт, понимание, что мечта – это все-таки не то, о чем мы думали, и что цели – это, конечно, хорошо, но они не должны нас выжигать. Очень жду ваших комментариев. До скорых встреч, ваша Оля Ермилова. До скорых встреч, ваша Оля Ермилова.